Детей без билетников нельзя высаживать из общественного транспорта. Такую идею рассматривают федеральные депутаты и не зря. В разных городах то и дело возникают такие инциденты. Мы решили провести эксперименты, проверить, попросят ли выйти нашу 7-летнюю КТИСу и проехали несколько остановок по двум разным маршрутам. Первый раз мне ничего не сказали, меня просто прошли мимо. А во второй раз меня спросили, ты знаешь, где тебе выходить? Я сказала, да, и меня пропустили, я доехала. Нам повезло дважды, при этом в первом автобусе кондуктор вообще проигнорировал ребенка. Но так бывает не всегда. В соцсетях то и дело появляются истории, что кондукторы выгоняют детей с транспорта на мороз или в темноту. Это предлагают пресечь законодательно, а кондукторов наказывать за это административным штрафом. Если 7- или 10-летнего ребенка распознать достаточно легко, то более старшие несовершеннолетние иногда похожи на взрослых. Именно поэтому в новый закон была принята поправка, что кондукторы могут проверять документы и запрашивать паспорт. Дети-безбилетники не единственная категория граждан, от которой могут потребовать документы. Паспорт будут иметь право попросить у любых льготников. Кондуктору и контролеру нужны в этих случаях по большей части не данные, а лицо пассажира. Зачастую документы, предоставляющие право на льготный проезд или бесплатный проезд, они не содержат фотографии лица, который такими документами располагает, и сложно установить личность. То есть помимо, допустим, пенсионного билета, человек должен будет с собой иметь еще и право удостоверяющие личность документы. Это не значит, что безбилетников не будут наказывать вообще. За проезд зайцем следует административный штраф, сумму которого установят отдельно в каждом регионе. Запрет на высаживание детей работает уже в 12 субъектах страны. А вычислить кондуктора-нарушителя будет несложно. Как правило, подобные инциденты быстро тиражируются в социальных сетях. Проект уже принят Госдумой на рассмотрение, и, возможно, в этом или в следующем году вступит в силу во всех регионах. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.